Всем добрый день, очень рада всех видеть. Это врач, дерматолог, косметолог, ребенок. Здравствуйте, здравствуйте. Вот, все, вижу плюсики ваши, замечательно, значит, слышно нас хорошо. Так, ну давайте еще раз озвучу тему. Тема наша – это уход за кожей, новые тенденции в косметологии, косметика, микробиом, фрэнкли. Она набирает обороты, ее сейчас очень много где рекламируют, говорят о том, что микробиом, фрэнкли – это самое популярное, что есть в нашем клубе. Давайте мы будем разбираться, что же это такое, и в этом нам поможет доктор, наш приглашенный гость. Екатерина Викторовна, ну расскажите нам, пожалуйста, что такое вообще микробиом кожи? Да, спасибо. Спасибо. Рада всех еще раз приветствовать. Вы знаете, микробиота в целом, хотелось бы вначале мне о ней в целом рассказать, что это такое. Это совокупность всех живых организмов, населяющих нашу кожу и слизистые. Часто мы применяем термин микробиом, то есть это совокупность генетического материала всех живых организмов на нас, и поэтому термин микробиота и термин микробиом сейчас являются синонимами. Поэтому мы можем употреблять и так, и так. Хотелось бы отметить, что ранее мы все употребляли термин микрофлора, наверное, все с этим термином более знакомы, когда после какого-то антибактериального лечения или еще в процессе лечения каких-то заболеваний соматических, все говорили, нам нужно восстановить микрофлору. Но сейчас этот термин считается устаревшим, ввиду того, что больше он дает ложное представление о принадлежности к царству растений. Поэтому правильно говорить термин микробиом. Вообще микробиом, конечно, изучение его достаточно давно уже началось активно, и наиболее изучен, и много-много научных публикаций, статей по микробиому кишечному именно. Кишечных бактериальных клеток насчитывается более несколько сотен триллионов, и он составляет 3% от массы нашего тела. Представляете, то есть он начинает закладываться с момента рождения и относительно уже стабилен к 3 годам, хотя претерпевает, конечно же, изменения в юности, в зрелости, в старости. То есть вся наша с вами микробиота различна, но относительно стабильна с 3 лет. Что может повлиять на нее? Влияют все наши хронические, соматические заболевания, какие-то экзогенные, эндогенные факторы. В том числе даже место проживания человека может на это влиять. Конечно, сейчас мы будем с вами сегодня говорить о микробиоме кожи, и эти вопросы наиболее актуальны для нас, для дерматологов и для косметологов, ввиду того, что сейчас идет активный фокус на косметику и изучение ее составов. По коже хотелось бы мне немножко акцентировать внимание на том, что кожа наша изначально сухая, кислая, соленая, и есть небольшие участки, оазисы на коже, которые богаты липидами. Это вот как раз вокруг устьев волосяных фолликулов, где более активно. Несмотря на такую, так сказать, недружелюбность кожи, на ней все-таки обитают и вирусы, и бактерии, и грибы, и простейшие архи, и также живут даже клещи, особенно всем известные роды демодекс. Поэтому все эти обитатели активно сейчас изучаются. Для чего нам нужен кожный микробиом? И что вообще он, какую функцию несет? Конечно, основная его функция защитная, поддержание гомеостаза в целом. Но что это означает? Это означает, что наши бактерии, которые живут на нас, способны выделять вот те самые антимикробные пептиды, которые будут нести защитную функцию, активировать иммунные клетки нашей кожи, тем самым способствовать, вернее, укреплять защиту от инфекций и уменьшать воспаление. Вот сейчас по поводу заболеваний, наиболее распространенных в дерматологии, всем известных как угри, угревая болезнь, огромную роль отводит кутанобактерия акне. Конечно, есть разные подштаммы этой бактерии, то есть филотипы различные, которые описываются в литературе. При определенных условиях, то есть эти бактерии, они несут защитную, то есть их называют еще комменциальные бактерии, которые помогают нашей коже. Но при определенных условиях они могут стать патогенами для нас и вызывать те самые акне, вульгарис. А вот, например, в развитии атопического дерматита, сухости кожи, огромную роль играет стафилококус эпидермидис. Ну, вот, конечно, такие сложные слова, стафилококус ауреус, но, тем не менее, это два ключевых игрока, так скажем, которые наиболее изучены из кожной некробиоты, и на которой вот сейчас акцент делается. Вот, то есть они как часовые на страже нашей кожи стоят, относятся к комменциальным бактериям, вот, и, конечно, это все идет через продукцию активных метаболитов. Екатерина, вот смотрите, мы сейчас, вы рассказали о том, что у нас вот на коже обитают вот эти вот микроорганизмы, организмы, которые способны вызвать определенные патогенные изменения на коже, определенные процессы, угрей, иногда сухость кожи, то есть атопия, это тоже вызывается разными патогенами, разными микроорганизмами. Что же делает косметика с микробиом-френдли? Чем она, как она вообще работает, и как она помогает бороться вот с этими процессами на коже негативно? Да, сейчас косметика, для чего она нужна? Она нужна в поддержании именно микробиома кожи за счет своих активных компонентов, за счет своих активных ингредиентов. То есть в разработке косметики важно понимать, для чего нам нужен микробиом, понимание роли каждого микроорганизма в здоровой и красивой коже и описание, например, ослабленной микробиоты кожи и корреляции дисбиоза и тех веществ, которые мы бы могли привнести, например, в косметическое средство с целью улучшения восстановления микробиом, с тем самым улучшения качества и снижения воспаления. Для этого существуют пребиотики, существуют пробиотики, существуют активные вещества в целом, улучшающие качество кожи. То есть пребиотики, ну это пища, грубо говоря, для бактерий, вещества, которые стимулируют их активный рост. Пребиотики – это сами бактерии, фрагменты их, это их лизаты. Активные вещества, про которые я говорила, это те же самые церамиды, это эмульгаторы, жирные кислоты, какие-то жилирующие агенты. То есть если, например, мы будем разбирать состав косметического средства, важно читать, что есть в составе, чего лучше избегать, чтобы не нарушить нашу микробиоту, и что лучше включить, ну, или увидеть в составе действующего крема, чтобы улучшить качество микробиота, и за счет этого улучшить качество кожи. То есть, например, если вы читаете состав, вы видите какие-то в составе парабены, феноксиэтанолы, то есть вы должны уже понимать, что они могут заведомо ухудшить, повлиять на микробиом кожи. А если вы видите в составе лизаты, фильтраты, пропион, бактерии, в том числе лактобактерии, бифидобактерии, то есть мы можем заведомо понимать, что это должно улучшить качество микробиома кожи, и улучшить, ну, в целом ее состояние. То есть минимизировать воспаление кожи. Сейчас очень активно мы применяем эти крема для лечения наших дерматологических патологий, часто встречающихся. Это акне, атопический дерматит, экземы, может, в том числе. То есть пробиотики и пребиотики необходимы для того, чтобы питалась наша нормальная микрофлора, и таким образом она будет замещать патогенную микрофлору на коже. Таким образом будет снижаться воспалительный процесс. Все правильно я объяснила? Да, да, да. И, кстати говоря, в отношении косметики. Сейчас же активнее занялись, и в 2019 году появилась первая сертификация. Первая сертификация, она называется «Дружелюбие к микробиому». То есть она будет проводиться, компания «Май микробиом» проводит исследование для того, чтобы косметическое средство не травмировало, грубо говоря, кожный баланс, не был нарушен, и продукт, то есть аттестация продукта будет направлена на то, чтобы он не был загрязнен, и, грубо говоря, свободен от загрязнения, и только улучшать качество нашего микробиом кожи. Тут поступают у нас вопросы от наших... Можно я еще продолжу? Конечно. То есть что может повлиять, например, на наш микробиом кожный именно? Понятное дело, что я перечислила факторы, которые экзогенные, эндогенные. Очень важно понимать, чем вы пользуетесь, косметическими, какими средствами ухода. Не нужен избыточный уход за кожей, то есть не нужно ее бесконечно чем-то умывать или иметь множество средств в арсенале. То есть гиперуход нужно убрать из своего арсенала. Также избыток декоративной косметики, я тоже считаю, может, особенно некачественной декоративной косметики, может ухудшить состояние вашей кожи. Ультрафиолетовое облучение какие-то могут оказать негативные влияния. Лучше какой-то минимальный набор умывания, мицеллярная вода, крем уходовый по типу кожи. Тем самым мы сможем сохранять качество нашей кожи намного дольше. Хорошей. Дальше. Для поддержания... Вот эта ось кишечник, микробиом кишечный, микробиом кожный, головной мозг, кожа, это все очень важно, поэтому и поддерживать кишечник важно. То есть у всех своих пациентов мы восстанавливаем кишечную вот эту микробиоту, то есть изучаем активно дополнительные какие-то обследования я провожу у пациентов. И улучшая кишечную микробиоту, мы логически улучшаем качество кожного микробиота в том числе. И, конечно, изучать состав, например, людям будет достаточно сложно, много латинских названий, может быть, чуть-чуть непонятно, поэтому, конечно, это делать в дружбе со своим врачом было бы хорошо. То есть вы можете прийти на консультацию и оценить качество кожи, тип вашей кожи, возможно, вылепить какие-то кожные проблемы, изначально устранить их, потом восстанавливать вместе гидроэпидермальный баланс кожи и кожный микробиот в том числе. Да, вот мы как раз подошли к правильному кубу, говорит Екатерина Викторовна, что необходимо не переусердствовать с очищением и, важно, очень питание нужно. То есть мы поддерживаем красоту как изнутри, так и снаружи. Ну, а компания ArtLife, она нам в этом помогает. У нас есть шикарная линия косметики микробиом-френдли, пробиокосметикс, вы ее знаете уже не первый год, которая содержит в своем составе дожелизатобактерий. И, собственно, является дружественной для нашей микрофлоры кожной. Да, просто когда изучение кожной микробиоты активнее началось с 2000-х годов, и когда появились вот эти молекулярно-генетические исследования, методы секвенирования, NGS так называемые, и вот тогда мы уже могли начать более подробно разбираться, что это, для чего это и как. Только сейчас выявляются филотипы, кутанобактерия акне, филотипы стафилокока золотистого и эпидермального. И происходит какое-то понимание, то есть отличие возрастной кожи, отличие молодой кожи. И вот эти все бактериальные колонизации нам помаленьку дают представление. То есть сейчас многие компании подключились к этому, и, конечно, сейчас микро... То есть лизат и бактерии в составе и пребиотики, это прям такое достаточно трендовое направление, да. Вот, как раз мы затронули тему возрастных изменений. Вот хотела еще задать такой вопрос, тоже интересует наших читателей. Воспорительные процессы на коже, это удел только молодой кожи, или это встречается еще и у взрослых уже, женщин, во взрослые, в взрослой кожи? Нет, конечно, встречаются молодые, у молодых людей, акне, вульгарис, угри, и у возрастных групп тоже встречаются, розовые угри в том числе. То есть это нужно разбираться, конкретный индивидуальный, персонифицированный подход, чаще всего это эндокринопатии какие-то способствуют этому, поэтому здесь комплексная работа с пациентом, выявление каких-то соматических патологий поможет нам. И, как правило, мы всех выводим на чистую, здоровую, красивую кожу. То есть у нас умная косметология, умная дерматология, поэтому мы работаем всегда комплексно. Так, я смотрю, у нас поступают вопросики, спрашивают, нужен ли ночной уход? Или можно будет один крем и мазать им и днём, и ночью? На самом деле, в идеале, конечно, иметь и дневной крем, потому что дневной крем содержит SPF-фактор. Хоть у нас ультрафиолетовый индекс периодически в городе Томске равен нулю, его можно отслеживать на сайте погоды, но, тем не менее, крем с солнцезащитным фактором является очень важным, потому что я бесконечно объясняю девочкам о вреде ультрафиолетового облучения, о влиянии его на старение кожи, поэтому дневной крем, он, как правило, с солнцезащитным фактором, он другой, а ночной крем, он более уходовый, более питательный, восстанавливающий, естественно, подбирается тоже по типу кожи. Лучше иметь два крема, иметь мицеллярную обычную воду для умывания, и не нужно избыток, вот еще раз повторюсь, не нужно избытка уходовых средств, очистил, 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 вот прям вот, чтобы блестела кожа, так делать не нужно. Даже если врач при угревой болезни подбирает какое-то агрессивное местное лечение, понятное дело, оно будет временным, и затем он все равно будет, труд врача направлен уже на восстановление кожного лоскута. То есть желательно иметь обязательно дневной крем с СПФ-фактором, ночной крем, ну и какой-то ощущающий крем. Да, потому что, например, в мицеллярной воде, как правило, содержатся олигосахариды, они тоже являются как бы пребиотическими для наших бактерий, они любят это есть. Если бы мы говорили нашим женщинам, какие еще уходовые, может быть, процедуры рекомендовали бы для того, чтобы сохранить свою молодость и красоту? Да, все зависит от возрастных групп, как правило, и от потребностей самого пациента. Вот если он чувствует, что уже есть первичные мимические, эстетические морщинки, то он и начинает на них обращать внимание, то есть это является его жалобой, он приходит и подбирается индивидуальный уход, то есть уход, который будет проводить врач в клинике врачебной косметологии и подбирает уход для домашнего использования, это очень важно. То есть дома нельзя не умыться или с косметикой лечь спать, грубо говоря, то есть должен быть правильно подобранный домашний уход. В нашей клинике мы сочетаем методики, то есть мы используем и аппаратные методы для улучшения качества кожи и при возрастных изменениях, в том числе инъекционные методы. Но изначально, конечно, мы, так как комплексный подход, мы начинаем разбирать человека полностью, соматически рассматриваем его. Часто я делаю генетические тестирования в плане оценивания, что будет хорошо, а что не подойдет данному конкретному человеку. Вместе разбираем и составляем индивидуальный план. Индивидуальный план лучше составить вперед на год. Например, вы будете приходить ко мне раз в полгода, потому что вы молодая, кожа еще свежая, и вам хочется небольшого ухода, например, или какую-то противовоспалительную программу провести. Или уже возраст 40+, и вам уже нужно более часто посещать косметолога. Возможно, это будет раз в два-три месяца, и по требованию будут проводиться уже более интенсивные манипуляции с целью поддержания. Все-таки нужно еще раз хочу подчеркнуть, что косметология – это профилактическая наука, и мы уже не можем исправлять заведомо сложные изменения кожи. Нам проще работать с профилактикой, то есть профилактировать мимические морщины, профилактировать гравитационный лептоз, профилактировать качество кожи. И поэтому в обязательном порядке нам с этим будет помогать и, конечно, косметика уходовая домашняя. А вот еще вопрос у нас поступает. Нужен ли тоник? И какой эффект он оказывает? Да, тоник может применяться. Особенно если у него хороший состав, качественный состав, там тоже могут олигосахаризы содержаться. То есть да, тоники вы можете применять. Вмывание, тоник и крем. Вопрос поступил. Прирозация. Можно ли косметику микробиумом фрэнли или какую нужна косметику и какие ингредиенты необходимы, чтобы содержались, если такая существует проблема в центре? Прирозация лучше косметика на поддержание сосудистой стенки в первую очередь. Возможно, эта косметика будет с какими-то пептидами, в том числе есть такой запатентованный рекомбинантный ангиогенин, который улучшает периферическую микроцикуляцию, восстанавливая именно сосудистые русла. И, конечно, обязательно косметика с микробиомом. Мы можем и миксовать эти крема. Понятно. Замечательно. Ну, розация разной стадии бывает. То есть розация – это хронический, рецидивирующий дерматоз. То есть не бывает так, что полечил и навсегда исчезло. Конечно, он может проявляться периодически со временем, поэтому здесь нужно подойти еще маленечко системно. Возможно, какие-то препараты для улучшения сосудистой стенки пропивать курсом. Что-то в терапии проводить. Да, да, да. Внутрь дополнительные. И местно, и внутрь. Кстати, из кишечных проэперибиотиков неплохой продукт. Вот у вас в ArtLife есть Panbiolact. Вот этот продукт люблю. И своим пациентам его назначаю. Сейчас еще появился новый Panbiolact Firm, который в том числе восстанавливает и влагалищный микробиом, как отдельный микробиом. Да, да, это тоже у нас новинка. Недавно появился в нашей сети такой новый продукт для женщин. Именно для женщин. Восстанавливает микрофлору и кишечника, и микрофлоры влагалища. Микробиом. Да, вот. Да, точно, микробиом. Ну, еще такой волнует вопрос. Когда же мы будем, когда же мы увидим первые результаты при правильно подобранном ходе, то быстро мы увидим результат свой на коже. И когда мы увидим уже такие стойкие результаты, не только первые. Ну, первые результаты мы уже видим через месяц, но чтобы активно произошло размножение, нужно все-таки подождать. Где-то через 2-3 месяца мы можем уже видеть более-менее стойкие результаты. То есть пользование должно составлять не менее месяца точно косметикой. Так, вопрос читали. Кожа чувствительная и аллергическая. Так, секундочку. Ушел вопросик. Кожа чувствительная и аллергическая при накоплении. Кожа чувствительная и аллергическая при накоплении. Как бороться с этой проблемой? Я так полагаю, что аллергическая, то есть когда... Ну, это скорее всего атопический дерматит кожи. Наверное, он идет родом из детства. Была диатез у человека. Есть склонность к сухости, к повышенной чувствительности, либо, может быть, здесь простой сухой лише лица. То есть о чувствительности где идет? На коже лица только или коже всего тела? То есть это тоже нужно выяснять. Конечно, с этой проблемой можно бороться и не нужно, и мы активно боремся, и все девочки восстанавливают кожу. Отлично. То есть нужно маленько разобраться. Если есть атопия, признаки атопического дерматита, то, конечно, здесь пищевое поведение. Подключаем иммунодиетологию где-то. Я назначаю топические эмалианты, местные средства для восстановления гидроэпидермальной мантии кожи. Есть? Я пропала. Так, звук. Пропала маленько. Да, все, я вас. Вот, если есть необходимость, то есть и крема для чувствительной кожи, что в том числе существует. Крема для чувствительной кожи нужно подобрать. Так, еще вопрос. Как бороться с пигментными возрастными пятнами на лице? На этот вопрос я могу ответить. У нас есть замечательная маска лифтинг про биокосметики, и она, мало того, что это микробиом-френдли косметика содержит лизаты, но также она выбирает пигментные пятны благодаря своим активам, входящим в состав этой маски. И сейчас я вам даже скажу, что конкретно. Ладно, не скажу пока. То есть понимание, что же должно, из-за чего пигментация пошла? Понятно? От солнечного воздействия усилили выработку меланина, пошла пигментация на коже лица. То есть какие гормональные, что способствует? Либо прием оральных контрацептивов у человека, прием антибиотиков, и он не знал, что нельзя выходить на... То есть любых фотосенсибилизирующих средств. Дальше. Изучение гормонального профиля этого пациента. Оценка фалатного цикла, то есть нехватки фалатов где-то. То есть здесь комплексная оценка. И местно, при совокупности всего, что мы будем назначать человеку, то мы, конечно, местно назначим маску в том числе, крем от пигментных пятен и обязательно солнцезащитные средства. Собственно говоря, солнце в первую очередь и провоцирует на фоне чего-то усиление пигментации. Ну, собственно, почему я про эту маску заговорила? Да, вот у нас прошло... Недавно прошла апробация нашей косметики. Мы готовились к конференции. Собственно, результаты этого исследования, этой апробации мы на конференции представим. Так что наши подписчики могут еще и ознакомиться с этими результатами. И мы получили просто шикарные результаты именно у пациентов, у кого были пигментные пятна. У них прям лицо становилось светлее и уходили пигментные пятна. Ну, там, конечно, пользовались не только маской. Там был весь комплекс. Там и маска, и крем, и тоник, и убывалки все, которые у нас идут в серии. То есть вот, поэтому с этими результатами в апреле месяце на конференции вы сможете ознакомиться. Так, ну вот девушка здесь пишет, что сухая кожа была всегда у нее. Сухая кожа может быть на фоне дефицита витамина А, а сухая кожа может быть на фоне гипотириоза. То есть сухая кожа может быть на фоне еще каких-то эндокринопатий. То есть, по идее, можно доп. обследование привести на фоне чего? Такая вторичная, на фоне снижения гемоглобина. То есть уровень железа падает, тоже кожа начинает, сухость кожи появляется. Может быть, вот эти скомпенсировать все дефициты и назначить местное лечение в виде эмулиантов, хороших препаратов восстанавливающих. И все пройдет. Так, вопрос еще поступил. Нужен ли крем вокруг глаз? Да, кожа вокруг глаз все-таки более тонкая, более чувствительная, более уязвимая. Она практически не содержит подкожной жировой клетчатки, а лежит прямо на переорбитальной мышце. Поэтому иногда мышцы у некоторых с синюшным потоном светятся и говорят, у меня синие круги под глазами. Вот, поэтому для кожи переорбитальная зона – это всегда индивидуальные, более легкие текстуры кремов. Так, хорошо. Следующий вопрос читаем. Можно ли косметику микробиом Фрэнли сочетать с другими средствами, например, с ретинолом? Я думаю, можно сочетать, почему нельзя. То есть не в один только прием, например, если ретинол, средствами с ретинолом в любом случае пользуетесь в случае вечерами, но с утра нужно, если косметику нанести, то сверху тогда еще нанести солнцезащитный крем. Нема с ретинолом подразумевают защиту от солнца, использование их. Так, и еще один вопрос. Это тоже вопрос ко мне. Есть ли в ArtLife солнцезащитный крем? Но я вам хочу сказать, что в косметике ProBiocosmetics у нас есть компоненты минеральные. Они являются защитными фильтрами от солнца, но они не заявлены в плане SPF 15, SPF 30. Вот эти моменты, их нужно… Это определенные особенности регистрации, поэтому их на этикетке не вынесено. Но тем не менее в состав компоненты есть еще у нас роносферы в креме для лица ProBiocosmetics. И вот эти роносферы – это тоже минеральный фильтр от солнца. То есть солнцезащитные компоненты в состав входят, но вот как специфический солнцезащитный крем с SPF 50, такого у нас нет. Я ответила? Надеюсь, на вопрос. Так, еще вопросики. Пока уступают вопросы, дорогие наши подписчики, вывод из нашего сегодняшнего прямого эфира напрашивается следующее, что косметика, ProBiocosmetics, она актуальна на сегодняшний день, она сохранит вам молодость и здоровье. Пользуйтесь косметикой нитридинфрендли, правильно питаетесь, сохраняйте позитивный настрой и будете всегда молодыми и красивыми. Да, действительно, современный рынок косметологических средств развивается, и нам нужны именно ингредиенты, которые будут поддерживать наши комменциальные бактерии, то есть те бактерии, которые оказывают положительное влияние на нашу кожу и защищают, поддерживая гомеостаз кожи. Так, наверное, наш эфир подходит к концу. Если у кого-то еще есть вопросы, вы можете их кидать, успеете в последний момент, либо можете... Ну, либо их можно будет задавать потом в личные сообщения, если какие-то вопросы, потому что мы постарались вкратце обобщенно рассказать, можно рассказывать много, я могу показывать наглядные таблицы. Сейчас в ноябре 2020 года вышла обзорная статья французская, интересная. Они прям собрали много материала, изучили по микробиому именно кожному. И там сложные слова, более, конечно, будет интересно это все для врачей поизучать. Кому нужно, я потом покидаю ссылки. Можно обращаться в личные сообщения к доктору Екатерина Миринова Екатерина Викторовна. Ну и на нашем личном аккаунте. Спасибо за внимание. Спасибо, спасибо всем.